У Black Lives Matter к системе уголовного правосудия было только одно требование, и они снова и снова выкрикивали его в мегафон на наших улицах. Лишить полицию финансирования! Лишить полицию финансирования! Таким было их требование. Во многих местах власти так и поступили. Что произошло дальше, вы знаете. В Миннеаполисе, первом американском городе, увлекшемся этим безумием, больше ста копов сейчас увольняются. Преступность в Миннеаполисе так разгулялась, что те же самые политики, которые когда-то требовали от нас лишить полицию финансирования, теперь умоляют, чтобы полиции стало больше. Это происходит сегодня. Городские власти теперь рассматривают вопрос о привлечении полицейских из других юрисдикций для восстановления порядка и предотвращения убийства граждан. Число насильственных преступлений там выросло на 22% по сравнению с прошлым годом. Как так вышло, вы знаете, и избиратели тоже знают. К счастью, это стало бедствием для демократической партии, недостаточно большим бедствием, но все же. Никто этого не поддерживает. Кто за то, чтобы лишить полицию финансирования? Оказывается, практически никто. Преступность и хаос наводят ужас на владельцев домов, налогоплательщиков, трудоустроенных, на всех, у кого есть дети или машины, или какие-то ожидания от жизни, не ограничивающиеся одним днем. Отказ от финансирования полиции — это нигилизм, и все это знают. Опросы показывают, что избиратели латиноамериканцы крайне негативно относятся к этой идее. Поэтому многие из них проголосовали за республиканцев. Надо быть отчаянно несчастным специалистом по гендерным исследованиям, чтобы считать, что лишить полицию финансирования — это мудро. Выходит, это и есть вся избирательная база. Несостоящие в браке несчастные специалисты по гендерным исследованиям. Этих людей недостаточно, чтобы победить на выборах. И некоторые демократы из тех, что поумнее, начинают это понимать. Рейтинг Джейми Харрисона перестал расти, когда на телеэкранах появилась надпись «Лишить полицию финансирования» прямо у него над головой. Это повредило Джейми. Поэтому я давно высказывался против этого. Я всегда говорил, что эти заголовки могут убить политическую компанию. Джим Клайберн, дамы и господа, называет вещи своими именами. Лишить полицию финансирования — это плохая идея, потому что это может, цитирую, убить политическую компанию. Эта идея плоха не тем, что убивает людей, тысячи беднейших людей в нашем обществе, а так и есть, это измеримый показатель, и его никто не оспаривает. Нет, идея плоха тем, что может убить политическую задачу. Вот язык, который способны понять демократы. Так что маловероятно, что мы еще много услышим про отказ от финансирования полиции. В какой-то момент будет так, будто ничего этого никогда не происходило. Что это такое? Что-то из истории. Но это действительно было. И имело огромные последствия для всех нас. Об этом вам следует помнить. Субтитры создавал DimaTorzok